Расскажи нам о себе, кто ты, откуда? Меня зовут Максим, позовем Барман, подразделение Моторол и второй состав. Ну почему второй? Это я так вам называю. 6 июля, ну и просто пришел я в Донецк и уже 13-го увидели мотора раненого. Я, Шустрый, Кольщик, ну все знают их многие. У нас было 6 человек, ну седьмой потом отошел, не важно. Ну и вот нас отвезли до 13-го, мы вступили в первые бои на Мариновке. Ну, в принципе, так и так, вот и стал Моторол и все. Скажи, вот среди твоего первого боевого крещения, что изменилось в твоей жизни? Какой был бой? Что это повлило? Ну, первый бой, он самый трудный, скажем так. Мы почти замокляющая группа, я, мой друг Кольщик, мы с ним в конструкцию прожилиться. Шустрый впереди был с малым, ну все пацаны впереди. И мы сзади были замокляющие, мы выехали на комнату города. Там тебя отошли наши, и нас кофе не утюжили. Отлично утюжили. Ну не было, в 200-х, в 300-х не были, но мы с нашим подносили. И вот я так сидел и подумал, блин, что-то походу это не мое. Война это, ну не кто всех сторон бросает. Взрывается, если выжжу, уйду. Пришел же обратно, убежал. Понимал, что много нас отправили. Не то, что я убежал, нет. Нас сказали, отходите, мы отошли. И все. Пришлось уже отдыхать, рядом был сосед, этот водитель. Он говорит, надо ехать за 300-ми. Я говорю, ну ладно, поехали. Ты дома воюешь, первый день сегодня боеваясь, съеди. Я говорю, да ну что, я зря приехал. Ну, поехали. Ну, мы сейчас все равно поехали. Побегали немножко, я прибежал, думаю, ну раз никто не уходит. Я что ли, слабее. И все. И страшно было, но отдышался. Понял, что просто надо собрано относиться к этому. Не мешаться. Так было за последнего дня. А скажи, как вообще ты решился против воеваний? Это вообще было накануне. Хотел уже уехать домой в Россию. Я здесь работал. Хотел уехать. Утром сказал, пишу новости перед автобусом. Ну, пока по кухне здесь. Увидел, что опять славянские дедя погибли. Ну, вышел, посмотрел на билет, сказал, я в ополчение. Все посмеялись, подумали, шутка-шутка, уезжай домой. А потом, ну, просто мне стало обидно, что дедя погибают. Мужики текают. Я так думаю, вот иди отбираю в Россию. Я не хотел. Сейчас, как бы, морцы бы. Мужики бы хотели уехать. Но я не уехал, остался. Ну, а что, несколько утекают мужчины? Для меня это большой вопрос. И я не хочу у меня к ним, свое отношение. С тем, кто не бежал. А я просто уйду. Детей не захотел бросать. И пошел я в службу. Как изменилась твоя жизнь на Донбассе? До рождения или после? Ну, вот. С того момента, как ты пошел воевать, получил ранение. Я знаю, у тебя личные перемены были. Если можно, расскажи. Могу рассказать. Да. До ранения. Набрался ума. Сорался буквально. Воевал всего два месяца. Как-то недолго. Но только, по впечатлению, что шесть. День через день, какой-то стычка-бой, стычка-бой. И я, когда лед в больницу, думаю, вот я полгода, говорю. Он посчитал, что только два месяца. Я сам думаю, как я так мало пробегал. Ну, столько в памяти отложилось. Просто надо сказать. О перемене. Ну, до того, как ранено, думаю, сейчас оно закончится. Остану служить по-любому в армии. Получится. Он думал, нужно быстро начать войне. Не думал о ранении. Думал сразу. Ну, а после ранения, конечно, женился. Ребенок родился. Ребенок родился. Леонид. Царь. Будущий царь. Будем надеяться в будущее спарты. Хочу тоже. У него, у сына, выбор небольшой. Либо учиться, либо как мать, моя спортсменка. Либо как отец. Леги военный. Так что выбор сам сделает. Жену зовут Нина. Мы счастливы. Любим друг друга. Хотим второго. Дай Бог, чтоб все получилось. Расскажи, какие бы слова напутствия ты сыну передал бы. Вспоминая именно об этой нашей войне на Донбассе. Знаешь, чтоб он вырос достойно. Не знаю. Вот скажу так. Не подведи своего отца. Будь такой же, как твой отец. Если ты нужен народу, ты должен встать и пойти. И плевать, кем бы ты ни был. Хоть даже супер круто и известно. Если нужна твоя помощь, простому человеку возьми и помоги. Это твой Бог перед Отечеством, перед Родиной. Главное, кто будет стоять у власти. Главное это вот. Наша деревья, наша земля. И чтоб любой, кто тебя попросит помощь, ты всегда ему помог. Вот хочу сказать себе. Он никогда никого не послал. Барман, я знаю, ты любишь творчество. Какие у тебя планы на будущее? Ну, творчество люблю. Просто хочу найти, кто бы сама позанимался. А так хочу написать песню, снять клип по поводу нашей войны. Слова сами естественно написать. С музыкой, конечно, может быть я у кого-то позависую. Ну, а так хочу написать, снять клип, выпустить про Донбасс. Надеюсь, что в этом году все получится. Скажи, с чему тебе ассоциируется Донбасс? Допустим, если ты уедешь в какую-то страну. С Челябинском. Я вам честно скажу, только разные климатические условия. Я просто в Тюменье вот живу. Вот я скажу, у меня есть друг классный, Леонид. Я не был сам в Челябинском. Он был, он когда приехал в Донецк, нас первый раз привез сюда. Он говорит, братан, мы идем сюда по Челябинску. Ну, я тебе честное слово. И вот я как-то запомнил его. А у меня что? Это хамы, я не знаю, как они называются. Терриконы. Терриконы, вот да. 26 по Донецке. Я когда вылазил на высоту, я смотрел, ну красиво. И климат мне нравится. И жена хочет здесь жить, и я здесь хочу жить. И надеюсь, что мы здесь останемся. Мы недавно брали интервью у Саши Сладкова. Он сказал, что донецкие женщины, они особенные. Они такие колдуньи, которые очаровывают русских мужчин. Ты согласен с этим? Ну нет, потому что у меня жена из Самары. Дняка давала женщина из Самары. А глядя на твоих соратников, на ребят, многие нашли действительно половинок? Ну, знаешь, из моих ребят, кто служил, у кого были женщины, девушки, до войны кисти не пасовали, потому что у нас было немного. Может, и моторолки было много, но именно наша группа Люди удивительной судьбы, их было немного. И все они как-бы удивительные. Удивительный человек. Поэтому все со старыми остались. Никто там нового себе ничего не говорил, скажем так. Скажи, нет у тебя минуты жалости такой? Знаешь, что вот я пошел служить, а может мне это надо было вот по-другому все сделать? Уехать? Или там вообще сидеть дома? Не знаю, я только жалел о том, что меня ранило и не добило. И то я жалел до этого момента, пока встретил с меня с ним. Когда сняли в свою жену, я хорошо стал сожиданным. Теперь я даже не думаю об этом. Есть свои трудности, накажите свои трудности. Если опускать руку и деть, то ничего не получится. А если будет позитивный, смотреть в будущее, а в будущее смотреть надо. Все будет хорошо. Надо очагаться. Скажи, если тебе поставят выбор, где жут в России или в Донецке, там на Донбассе, где ты хочешь? Я хочу жить в Донецке. Не то, что там я там какие-то. Просто мне нравится климат, что это надо. Притягивает, да? Да, вот какой-то. И жена ходит сам. Скажи, каким ты видишь будущее Донбасса? В хорошем, процветающем городе, где верни, забрайся с ним в территорию. Принадлежность. Я думаю Донбасс и сам в силе оформит себя, как состоявшийся государство. Сейчас довольно не состоявшийся, но только половина, да, не хватает нашей территории. Даже областей, даже Донецк и Донбасс. Если мы заберем свои областя, там и заводы. Я думаю, найдутся инвесторы, которые вложат свои деньги. И мы, как Донбасс, сами поселее, как республика, отдельно. Даже как непризнанная, будем жить 25 лет, мы найдем. Будет просветающая республика, еще будет сына заедет. Донбасс и Донбасс и Донбасс. Продолжение следует...